всем привет вы на канале земля татьяна это предпоследнее видео перед новым годом будет еще одно не переживайте и если вы не подписаны до сих пор нажмите кнопочку подписки лайк колокольчик но и подписывайтесь на соц сети все ссылки в описании под каждым видео да ребята сегодня какое-то такое но уже знаете расслабленное настроение я уже даже вчера не записал видео решила сегодня все это сделать то что вчера хорошо отдохнула но и сегодня мы посмотрим новинки почему они такие скудные и еще и перекраски к тому же но и узнаем узнаем сколько же платят редактором в группах вконтакте если вы вдруг наткнулись на такое объявление то пожалуйста я вам все секреты раскрою и так значит по доната у нас я думаю почему 4 предмета но 4 нет а это слон слон который всем выпадал из загадочной коробки когда мы были нубами дальше а тут у нас еще и разные танцы в этих донатах я так понимаю ну что такое страшненько так сапоги кому нужны сапоги вы кто носит сапоги в аваке пишите в комментариях ставьте лайки кто носит сапоги нет лучше лучше не ставьте лайки лайки ставьте если вы не носите потому что очень мало таких человек анимация домик я сначала не поняла думаю что за домик этот домик старенький у нас уже он был сто лет в донате я задумана ой неужели сегодня что-то новое мы посмотрим но нет там ничего в принципе интересного нет но и высшее общество но скудно причем это платье по моему нас было и без доната если я не ошибаюсь я его блин я даже его примеряла посмотрела что думаю ну какой-то фу не буду брать так значит я удивилась такая еще переспросила подругу блин а чё реально три новинки за вакуинс ой за коронанка да и причем это у нас перекраска вот посмотрите в оранжевом цвете я такая ну зачем зачем ну неужели так лениво но я понимаю что ему лениво потому что у них рождество а кто хочет работать никто да и значит соответственно ну чё покопались ним в своих закромах и нашли в общем-то старые платьишко ну к тематике нового года но типа шуба но все значит новый год надо туда пихать но ребята во первых но цены ладно там четыре косаря там где-то сколько там я даже не посмотрю 5 косарей прическа 5 косарей посмотрите я такая думаю ну господи ну ладно бы нас колесом было но блин это же страшно даже смотрится 11000 вот это платье я думаю ой не у нас анимка даже дешевле пока что дешевле стоит поэтому ребят пока набирайте вот самые дешевые вещи нафиг вот за 11000 вам вот такие платья непонятные вот вообще представьте я посмотрела я даже для себя ничего не отметил чтобы я прям хотела купить такая думаю нет это вот надо купить да потому что вот потом она исчезнет вообще нет вообще начали на релаксе на пофигизме полном потому что я понимаю что 11 косарей можно набрать столько вещей нет вообще это кошмарно ни одно платье мне не понравилось не по цвету не по фасону я понимаю что за вакуинцы пока что за вакуинцы у нас есть отличные наряды которые еще пока доступны в магазинах так по мужикам то же самое принципе три вещи а помните кстати те штанишки они были у нас в комплекте вот я еще говорила в позапрошлом или прошлом видео с бантиком такая такой комплект был вот сейчас эти штаны просто отдельно не с бантом вот бант делает свое дело так тут у нас щетину добавили так 1200 но в принципе нормальный мужикам не так дорого но по нынешним меркам да но все остальное ой нет я не знаю я наверно бы я вот посмотрел так а думаю если бы у меня был мужик я бы взяла только две вещи из этого обновления сейчас мы дойдем до них там в общем шапка и шуба все по крайней мере дорого-богато можно сделать комплект и чисто зимой такой носить остальное все но блин за две за три тысячи там или сколько там был свитер просто обычный свитер без всяких украшательств без вот вот эта шуба костюм зимние чудеса но это я не за шуба до похоже на шубу да 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 я уж подумал что пуховик и вот к нему шапка вот все идеально шапка недорого пуховик принципе я даже не особо посмотрела цену так как я брать не буду а настоящий блондин на весь авак такой один а это у нас босс настоящий блондин нет он просто седой дедок но в принципе я не знаю костюмы нет но костюм нормально смотрится не все я не спорю костюм смотрится нормально цена не нормальная цену ничего там по пьяни по моему перепутали немножко я не знаю в прошлом у нас году я еще видела вот эти действия со снегом все нобы лежали там сайт как санта клаусской локации и вот снег вот так вот делали снежного ангела сейчас это за короны но принципе тут по моему ничего нового особо не добавляли по позам по действиям я забыла еще вот у нас из новинок значит платье перекраска опять же у есть черная и бежевая стопроцентно типов под блески вот если без смайлика без что у меня сегодня с голосом без смайлика в принципе нормально такое платье у нас черная есть и по моему если я не ошибаюсь оно должно быть дешевле стоить здесь зачем труселя вот сливчиком вот добавили ну блин просто убрать убрать не надо вот это лишнее просто обычно бы платится лучше бы добавили каких-нибудь аксессуаров так значит по декору у нас лошадка и олененок с действием по мебели я прошлась вообще ничего нового я не увидела просто вообще я кстати купила там единственно сани с оленем и да ребят если что они большие но сидеть там нельзя так теперь у нас обновилась загадочная коробка там у меня слава богу выбито это платье и значит пульт диджея и два костюма вип но костюм это есть в магазине так что абсолютно не парьтесь и не тратить деньги 800 концев там стоит значит совы совы у меня есть и одна и вторая хотя это была донатная но мы успели урвать когда был баг так что за короны но нет значит у нас будет события на 29 декабря по 5 ну просто тупо откроют у нас опять дворец снежной королевы так теперь давайте перейдем к работе редактора мой друг сидит периодически в офишу скридывает мне всякий кринж скидывает мои работы потому что это сделать к сожалению не могу и слава богу кстати я не могу и не читаю вот этот весь бред так вот попалось объявление о найме на работу редактора в одну из групп а вакина группы я вам скажу небольшие и актив в этих группах вообще абсолютно ну минимальный скажем так я свою группу вконтакте так поддерживаю да скажем но там не такой прям наплыв и значит в первой истории он сам написал спросил сколько там работать за сколько точнее ему сказали что один авакоинс равен 100 солнышком чуть-чуть не понятно что за солнышки оказалось что это валюта группы но ребята работы за солнышки как бы за какую-то мифическую валюту которую придумал сам администратор группы но никто не хочет да и в принципе как мне потом написал одна девушка которая там либо работала либо там с ней общалась какие-то супер задания на выполнять как-то эти солнышки собирать неужели нельзя сразу например определенную валюту игровую либо реальную оплачивать как бы людям но нет и в принципе на что потратить эту валюту солнышки она сама не знает да и еще очень послала моего друга на далеко и надолго отстань говорит но в общем ребята очень странные люди если люди хотят чтобы на них работали но тогда давайте платить я не считаю что в больших группах ой в больших точнее в маленьких группах надо нанимать каких-то посторонних людей я понимаю когда группа большая приносит доход и ты можешь нормально людям за это платить почему я делаю все сама во первых я не доверяю никому лучше чем я сама никто ничего не сделает во вторых вы сами видите что я и работаю в реале я успеваю ввести блог на ютюбе плюс я поддерживаю и группу в telegram и поддерживаю группу вконтакте и успеваю еще какие-то красивые картинки делать но представьте да тут же вторая девушка пишет нам о том что тоже они хочет ли у нас поработать это после того как мой друг написал комментарий вот под тем постом в общем отзывы типа хорошие и платим реальные деньги ну блин реальные деньги ну давайте узнаем сколько же реальные деньги будут платить нам в принципе за нашу работу значит группа у них там красиво оформлено да не спорю если только заниматься одной группой то наверное да и платит 500 рублей в месяц ну скажем так 500 рублей в месяц это высчитать если на 30 дней это 6 рублей за пост 6 рублей за пост ребят надо как бы понимать что реальная работа редактора да не просто сделать какую-то какой-то скриншот в игре но еще и красиво его отредактировать какие-то фоны найти какие-то слова подобрать что-то такое интересное чтобы людей зацепить что любит люди смотрели говорили блин вот как красиво то я тоже наверно то хочу или сделать им нет точно так же поэтому 6 рублей за например три часа качественной работы но это грубо говоря да это очень мало 500 рублей в месяц это супер мало но ладно хорошо может быть какие-то дети там какой-то фильтр наложить да и этого достаточно но блин если я делаю я хочу делать это хорошо так и последним тоже было объявление и пиши пиши будем спрашивать сколько же там будет и нам говорят о том что там надо тоже выкладывать посты и за работу будут давать 400 авоконцев то есть 2 800 в неделю ребята мы за три часа грубой работы в кафе да если нам там не будут мешать можно и меньше мы заработаем 3000 авоконцев в день в день но не в месяц выкладывая по постам и то есть мой друг говорит блин тоже такая работа должна быть проделана большая но а чё там делать то в принципе да говорит человек ну чё закинуть это полторы минуты так он говорит так мы же хотим обработанной красивой фотографии ну да хотим но это же полторы минуты человек видимо никогда этим не занимался и не знает сколько-то времени занимает поэтому я хочу сделать такой вывод ребята если вы хотите чтобы у вас группа развивалась и был очень качественный контент либо первое делать его сами либо платите хорошие деньги пусть даже в игровой валюте но хорошие деньги чтобы люди могли понимать что они потратили время не зря за копейки работайте сами за 400 авоконцев за солнышки и за 6 рублей за один пост в своей группе ну что ж ребята большое спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии а мы увидимся с вами очень очень скоро всех люблю целую обнимаю обожаю и всем пока пока